Возможности современной ортопедии позволяют менять изношенные суставы, исправлять деформированные стопы и даже увеличивать длину ног. Достаточно часто нас спрашивают, кто изображен на этом портрете, который у нас располагается в холле клиники. Это портрет основателя фирмы Матис, это Роберт Матис, то есть вы видите, что перед ним лежат компоненты эндопротеза, то есть наша клиника занимается эндопротезированием, заменой тазобедренных коленных суставов. В фотографиях представлена эволюция протезов тазобедренного сустава, начиная с самых ранних к более современным и, пожалуй, самые современные представлены вот с этой стороны. Это последние модели протезов коленного и тазобедренного суставов. Чаще всего пациенты обращаются сюда по медицинским показаниям, но эстетическая составляющая в работе хирургов все же присутствует. Пример тому история Ирины. После перелома, который случился в детстве, с каждым годом увеличивалась деформация ноги. В конечном итоге все выглядело вот так. К тому же возникли боли в суставе. Пациентка обратилась к нам вообще с проблемами с коленным суставом, с болями в коленном суставе. Вот. И уже в процессе разговора, в процессе осмотра выяснилось, что здесь все проблемы не в коленном суставе, а в деформации конечности. Очень часто деформации конечности, вот, лоскостные, осевые, они приводят к развитию артрозов. То есть, в связи с неправильной нагрузкой в конечности, нагрузка в суставе распределяется по-другому никак в здоровом суставе. И сустав быстро, быстрее изнашивается, чем здоровый. Сказали, что со своим суставом я еще могу пожить. Как бы он не совсем у меня уже такой плохой. Поэтому я полностью доверилась доктору. И согласилась конечно. Вменьшательство мы выполняли на двух сегментах. То есть, первым этапом мы устранили деформацию в голени и вторым этапом устранили деформацию в бедре. То есть, всю операцию мы произвели малые инвазины через маленькие разрезы, что в дальнейшем будет иметь хороший косметический эффект. И на данный момент ось конечности восстановлена у нее идеально. Идеальная линия получилась на снимках на рентгеновских. И сейчас она занимается разработкой движений в суставах и восстановлением функции конечности. После второй операции прошло практически три месяца. Чувствую себя прекрасно. Очень рада, что, конечно, я избавилась от того дефекта, с которым, можно сказать, столько лет я прожила. Ну, конечно, были и боли. Восстановление проходит нормально. Сейчас уже чувствую себя хорошо. Но еще как бы привыкаю. Но ощущения, конечно, у меня очень приятные, что я, допустим, могу свободно идти, не стесняться, не скрывать ничего. Здесь мы используем стержни, которые обычно используют при синтезе переломов длинных трубчатых костей. Обычная интермедулярная техника. Ну, отличается просто от лечения переломов тем, что здесь уже кость срощена, то есть целостность кости не нарушена. Нам надо четко вымерить границу, где мы будем делать искусственный перелом и завести стержень под определенным углом в определенной плоскости, чтобы все у нас было правильно. Здесь все это выполняется через небольшие разрезы по сантиметру, по полсантиметра через проколы кожи. Стержень заводится. После операции данная конструкция дает возможность просто избавить пациента от любой внешней мобилизации. То есть вот Ирина у нас, она со второго дня начала активно разрабатывать движения в суставах. И сейчас уже по прошествии трех месяцев после операции у нее объем движений в суставах полный. То есть сейчас она активно занимается лечебной физкультурой, чтобы восстановить просто тонус мышц. Хорошо идет, по плану там все хорошо срастается. Поэтому я очень рад и, конечно, благодарна доктору, что вот он меня вернул к такой жизни. Реабилитация Ирины еще продолжается, но она уже начинает уверенно ходить. Занимается плаванием, а в дальнейшем планирует кататься на велосипеде. Редактор субтитров А.Семкин.